Почти две недели назад пограничное с нами государство оказалось в огне из-за массовых беспорядков. Разгромленные города, гибель сотен людей, тела которых до сих пор находят в сгоревших машинах. Сильнее всего пострадала старая столица – Алматы, город-миллионник. Здесь, кроме прочего, разнесли, разбомбили, вынесли все – торговые центры, банки и рынки. Режим ЧП вели на территории всей республики. Одна из фотографий – это резиденция президента, тоже забор, где сломан. Все это снято у нас, что называется, вживую, из окна. Что я могу сказать? Что все протесты начались, в общем-то, здравые требования. Понижение различных тарифов на ЖКХ, понижение стоимости на ГСМ, повышение зарплаты и так далее. Если сначала протестующие выступали за снижение стоимости газа, то вскоре к экономическим требованиям добавились политические. За считанные дни правительство Казахстана отправили в отставку и до сих пор встает вопрос о молчании отца нации, наш султана Назарбаева. Непонятно, и кто виноват в беспорядках. В различных СМИ говорят о внешнем вмешательстве, но и жители самой республики не исключают, что это сторонние лица. Об этом говорят даже случаи, когда люди, ребята казахской национальности, бывшие на площади, вдруг обнаружили, что кто-то говорит не по-русски, не по-казахски. И эти здравые ребята, которые понимали, они быстро с площади ушли. Во время всех этих беспорядков узнать о жизни и здоровье близких и друзей в Казахстане было практически невозможно. Интернет отключили на всей территории государства, мобильная связь работала с перебоями. Узнать о том, что же происходило в республике, можно было лишь в новостях. Она в Усть-Каменогорске живет, там тихо было, так что я не знаю, что там как-то. И давно вы без связи с... Ну вот, у нее пятого был день рождения, я не могла поздравить ее. Это дочка, да, вы говорите? Нет, подруга там была. Раз, все это резко оборвалось. Тяжело описать, потому что это очень страшно, когда ты не знаешь, что происходит вообще. Сейчас обстановка в стране стабилизировалась. И теперь уже известно, что в пограничных с нами Павлодарской и Семипалатинской областях были небольшие волнения, но их быстро подавили. Люди только приходят в себя. Но как минимум уже можно говорить, что студенты, которые учатся в барнаульских вузах, целы. Пока мы с о том, что не приехали, у нас такой информации нет. Но мы на связи все. Все вузы, ректоры, проректоры вузов по международным делам. То, что касаемо именно студентов, пока вопросов не возникало. Какие-то студенты здесь остались. На каникулы не поехали. Поэтому уже 2-3 дня как связь дали. Все готовы приехать на занятия. И кажется, опасность миновала. Но последствия пока никуда не делись. Алтайские экспортеры продукции в Казахстан сообщают, что несут убытки из-за режима ЧП. Президент Казахстана досрочно снял ограничения в трех областях. Павлодарской, Западноказахстанской и Североказахстанской. В то же время напуганные жители республики не исключают, что на какое-то время приедут жить в соседний Алтайский край. Мы все-таки прогнозируем, что очередная волна миграции русскоговорящего населения из Казахстана будет увеличиваться. В данном случае Алтай станет некой транзитной территорией для миграции. То есть люди будут переезжать в Алтайский край, какое-то время жить здесь, но потом, к сожалению, будут разъезжаться. По мнению эксперта, эту ситуацию нужно расценивать как внутренний конфликт, и на взаимоотношения с Россией это никак не повлияет. Правда, согласны с этим не все. А тем временем убытки республики из-за беспорядков составляют около 2-3 миллиардов долларов. На восстановление городов может уйти более трех месяцев.